Здравствуйте, это Актуальное интервью, я Андрей Погорелов, и мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость нашей студии, руководитель Центра Мои Документы Таисия Абатуева. Таисия Львовна, здравствуйте, рады приветствовать вас в нашей студии. Начнем нашу беседу. Совершенствование системы оказания государственных и муниципальных услуг является одним из приоритетных направлений нашего государства в целом. А вот расскажите, как данное направление реализуется в вашем центре и непосредственно в рамках модели поддержки малого и среднего предпринимательства. Направление совершенствования системы госуслуг в целом в нашей республике идет по всем направлениям, то есть и это нормативно-правая база, и организационная в части деятельности МФЦ, а то, что вы заметили по поддержке малого и среднего предпринимательства, здесь мы, в принципе, уже с 2010 года вплотную работаем, и на базе нашего центра предоставляются юридическим лицам различные виды услуг в этом направлении. Ну а как изменилась работа МФЦ как раз-таки с момента 2010 года? Какие новые услуги открылись, да, то есть доступны стали гражданам? Если мы говорим, что в 2010 году, когда центр Мои Документы начал действовать здесь, в республике, то у нас было всего 89 видов услуг, в том числе, конечно, были услуги и для юридических лиц, и для индивидуальных предпринимателей, то на данный момент на базе центров Мои Документы по всей республике оказывается свыше 700 видов услуг, в том числе и для бизнеса. При этом мы выросли как и в объемах, да, то есть если в 2010 году был всего один центр, здесь в городе Якутске, то сейчас центр Мои Документы действует на всю республику. У нас 43 офиса, 5 из них здесь в городе Якутске, самый крупный на Амосово наш первый офис, и в каждом административном центре также работают наши окна, то есть объемы выросли в разы. Если ранее мы обслуживали 500-600 человек, в прошлом году даже в день, то сейчас пропускная способность нашего центра свыше 2,5 тысяч человек в день. Ну вот какие основные услуги были открыты, доступны гражданам с того всех времен? За последнее время очень активно выросло направление госуслуг в сфере недвижимости, то есть мы делим по направлениям, у нас земельно-имущественная сфера, да, начиная с первичного выдела земельного участка, градостроительные услуги, там получение разрешения на строительство, ввод в эксплуатацию, и финал это, конечно, регистрация недвижимости, чтобы человек уже действительно подтвердил, что его объект создан и принадлежит ему. Другое направление, очень важно, это социальная сфера. У нас предоставляются все виды пособий, материнский капитал и прочее. Ну и для бизнеса, безусловно, да, услуги есть по регистрации юридических лиц, по регистрации индивидуальных предпринимателей, в том числе услуги по выдаче различных справок, сведений, которые нужны бизнесу в ходе ведения его деятельности. Ну а что нового появилось в сфере как раз-таки услуг для бизнеса за эти годы? За эти годы, в 2015 году мы начали такой пилотный проект по развитию функционирования централизованных окон именно для бизнеса. Такое окно было создано на базе Сбербанка, здесь в городе Якутске, на Кирове, 29. В апреле 2015 года мы его открыли, и там велось обслуживание исключительно юридических лиц. И более того, мы, проанализировав потребности бизнеса, завели туда еще услуги не только государственные, но и сопутствующие. Например, понятно, что если строится какой-то объект и вообще функционирует помещение, требуется технологическое присоединение. Ну там, вода, электроэнергия, газ, да. Соответственно, мы заключили соглашение с нашими ресурсоснабжающими организациями. Далее, мы поняли, что бизнесу нужны какие-то меры поддержки, которые существуют очень много у нас в республике, оказываются через линию Центра поддержки предпринимательства, различные виды субсидий, фонд развития предпринимательства есть. И мы тоже заключили соглашение. И вот это окно функционирует. В 2015 году мы его открыли. По итогам 2016-го статистика обращения, так как там всего одно окно показывало около 300 обращений, то по итогам уже пока 2017 год еще не завершен, но мы уже видим в разы увеличения, практически свыше 1000 обращений было. Поэтому, я думаю, эта тема очень востребована, и мы будем в дальнейшем ее развивать. Ну мы к ней вернемся чуть позже. Вот еще один вопрос как раз-таки об услугах. У вас еще была такая внедрена услуга, как свое дело, комплексная услуга, которая состоит из нескольких пакетов. Она рассчитана как раз-таки на предпринимателей. Да, абсолютно верно. Для того, чтобы оказывать комплексную поддержку предпринимателю и работать действительно как одно окно, мы разработали такие пакеты услуг комплексных в рамках своего дела. Общее название, да, там четыре вида. Это бизнес-старт, развитие бизнеса, сопровождение бизнеса и оформление недвижимости. Суть оказания этих комплексных услуг, что предприниматель, обращаясь единожды, может подать заявление в рамках одного обращения на различные виды услуг, исходя из его уже деловой ситуации, можно сказать. Ну вот, возвращаясь к статистике, как вы сказали, что в 2016 году было всего лишь обращений около 300 в этой сфере, как раз-таки вот партнерства этого, да, и теперь порядка тысячи уже. Это как минимум только по статистике за последние 11 месяцев, я так понимаю. Вот расскажите непосредственно о работе как раз-таки вот этого партнерства, которое по предложению Минэкономразвития России было внедрено, это вот МФЦ и Сбербанк. По Центру развития бизнеса на базе Сбербанка, действительно, это предложение было поддержано, общий федеральный тренд, да, в течение 2015 года это был некий пилотный проект, а в 2016 году уже Минэкономразвития России разработала некую методику по тому, как это должно быть организовано, какие услуги там должны быть организованы, и как все должно работать. Мы полностью здесь, в республике, соответствуем этим требованиям. И дальнейшее развитие федерация видит по этому направлению именно на базе финансово-кредитных учреждений, потому что дополнительной бизнесу всегда нужны какие-то дополнительные финансовые ресурсы, да, какие-то кредитные, возможно, продукты. Сейчас разрабатывается такая модель создания центров оказания услуг на базе финансово-кредитных организаций. И вот вы правильно заметили, статистика выросла в разы, почти в пять раз за незавершенный 2017 год, поэтому принято решение у нас в республике о том, что мы это направление, безусловно, будем развивать, и пошли по направлению открытия дополнительных окон на базе финансово-кредитных организаций. И на данный момент мы разработали совместный, у нас есть наш партнер, это региональный банк «Алмаз-Регионбанк», разработан проект, и уже до конца года мы планируем открыть три новых дополнительных окна на базе этого банка, тоже по обслуживанию юридических лиц для бизнеса. Ну вот я выделил для себя такой момент, вот та работа, которая ведется с партнерами, эти окна открываются на их базе, получается. Абсолютно верно, да, это удобство для бизнеса, потому что бизнес, возможно, реже обращается за услугами в центры моей документы, да, они как физические лица обращаются, но их потребность в кредитных ресурсах так же высока, и поэтому идет привлечение, скажем, таких площадок новых, помимо органов власти, помимо МФЦ, в сферу госуслуг. Уже в этих площадках будут задействованы финансово-кредитные учреждения. И, ну, так как они полностью проходят обучение по госуслугам на нашей базе, получают, работают в информационной системе МФЦ, то есть там они работают как универсальные сотрудники многофункционального центра. Ну вот как, по вашему мнению, вот эта работа, вот открытие новых окон МФЦ для бизнеса, она в целом повлияет на развитие бизнеса в нашей республике? Я надеюсь, я верю, что это повлияет, безусловно, положительно, потому что эти окна открываются исключительно, безусловно, для снятия, возможно, каких-то еще существующих барьеров, для упрощения, для повышения доступности услуг, госуслуг для бизнеса. При этом туда, ну, если можно так выразиться, вшиваются вот эти сопутствующие услуги. Там помимо государственных услуг по регистрации недвижимости, по предоставлению различного ввода справа, будут предоставляться услуги по кредитованию, по где-то консультированию, по осуществлению закупочной деятельности, юридические консультации. То есть это вот именно формат одного окна для бизнеса будет. Ну, есть уже такая новость о том, что филиал кадастровой палаты прекращает прием документов для жителей, получается, регионов с 25 декабря, а для якутян, для жителей города именно Якутска, да, это произойдет с 27 декабря. Вот как прокомментируете, то есть все обязанности перележут на МФЦ? Да, абсолютно верно. Это решение общефедеральное. Другие субъекты уже практически полностью работают только через центры мои документы. Здесь мы такое решение приняли, разработали совместный план действий, безусловно, да, все это делается в плановом режиме. И действительно, в конце декабря офисы кадастровой палаты прекращают приемы населения, граждан по вопросам регистрации недвижимости, эти функции передаются нам. Здесь помимо того, что мы ведем полномасштабное обучение наших специалистов, да, конечно, еще идет набор дополнительных людей в наши окна приема для того, чтобы обеспечить необходимую пропускную способность, чтобы люди не испытывали никаких сложностей, никаких препятствий регистрации недвижимости. Ну, понятно, в принципе, как происходит работа в городе. Многие граждане наверняка уже обращались, приходили, видели, как работает МФЦ в наших условиях. А вот как происходит работа в менее населенных, наверное, пунктах? Здесь у нас идет совместная работа с администрациями органов местного управления по такому виду деятельности, можно назвать его выездное обслуживание. Действительно, у нас наши стационарные офисы обслуживания граждан размещаются в административных центрах наших муниципальных образований, в райцентрах. А для того, чтобы обеспечить доступность предоставления государственных услуг для всех жителей республики, да, мы осуществляем выездное обслуживание. Для этого мы заключаем трехстороннее соглашение с органами местного управления, с администрацией района. И выезжая по установленному графику, нам администрация предоставляет свое помещение, интернет, где требуется, принимаем документы и, соответственно, введем их в райцентр для оказания услуг. Вы знаете, это направление очень востребовано. В год мы осуществляем порядка четырех тысяч выездов. Практически каждый день несколько наших бригад, сотрудников осуществляют эти выезды. Вот, предположим, в один и тот же населенный пункт, с какой периодичностью выезжаете? Ну, как правило. Периодичность у нас зависит от численности населения. У нас есть федеральный норматив для жителей с населенных пунктов с численностью более пяти тысяч жителей. Мы выезжаем еженедельно по определенному графику. Там четыре часа отрабатываем, либо восемь часов, да. Там, где численность менее пяти тысяч, мы уже с учетом договоренности с администрацией, востребованности наших услуг выезжаем либо раз в две недели, либо раз в месяц. Ну, там, конечно, где у нас труднодоступные населенные пункты, либо с учетом сезонности дорог, мы выезжаем где-то раз в полгода. Но в любом случае у нас есть договоренность с администрациями. Если такая потребность у людей возникает, и они собирают заявки, что людям уже требуется 20-30 заявок есть, мы в любом случае делаем неплановый выезд. То есть раньше этого времени? Конечно, да. А вот как раз-таки составляются ли какие-то заявки по услугам? То есть какие услуги они хотят получить? То есть они имеют право, вот жители этих населенных пунктов, получить все виды услуг, которые в республике оказываются? Или на вашем центре непосредственно? Которые оказываются на базе нашего центра. Ну, на базе нашего центра, сейчас, как я уже озвучила, оказывается свыше 700 видов услуг. Это все востребованные услуги, начиная с оформления личных документов, паспорта, загранпаспорта, водительского удостоверения. Вот в этом году новая услуга, которую мы внедрили. СНИЛС, ННН достаточно востребованные. Ну, и услуги как раз по регистрации объектов недвижимости. Большое спасибо за интересное интервью. Торогие телезрители, вы смотрели актуальное интервью. Я напоминаю, что у нас в гостях был руководитель центра «Мои документы» Таисия Батуева. Оставайтесь на нашем канале и будьте в курсе всех событий. Субтитры подогнал «Симон»!